Итак, дорогие друзья, продолжим разговор, начатый в другом видео, в котором мы подробно изложили своё понимание того, что Второе пришествие Христа состоялось. Для тех, кто его не видел, ссылку мы выкладываем ниже. Мать Мария сказала, есть только один урок, который необходимо выучить. Страдания людей не будут облегчены или превзойдены до тех пор, пока люди следуют за падшими существами, которые всегда стремятся возвысить себя в качестве элиты. С другой стороны, мы приходим к пониманию того, что цивилизация должна быть построена на новом основании, основании сознания Христа. Ведь ныне Живущий Христос не оторван, не отделён от жизни, как многие думают, Он — часть этой жизни. И более того, у Него есть своё видение по каждому аспекту жизни на нашей планете Земля. Но если это так, тогда люди должны иметь ориентир того, как видит Христос современную жизнь, как видит положение дел в экономике, в образовании, в целом, в обществе. Люди должны познакомиться с Его видением, с Его позицией, чтобы в конце концов сделать выбор, за кем следовать. За падшими существами, которые генерируют нисходящую спираль, сеют хаос и тьму, или за Христом, который есть свет этому миру. Итак, мы приглашаем вас ознакомиться с позицией Христа, взглядом Христа, размышлять и сделать свой выбор. Итак, наша сфера называется «Планета Земля — наш дом, экология, природопользование, отношение к флоре и фауне». Начать я хочу с иерархии в природе. В природе действует божественная иерархия — легендарные гномы, сильфы, ундины и саламандры. Их объединённые усилия, согласованные при посредничестве Святого Духа и направленные правителями царств Земли, воздуха, воды и земли, и огня, включают в себя ступенчатое понижение энергии, высвобожденных солнечными иерархами, гелиусом и вестой, для гармонизации четырёх времён года, контроля над климатическими условиями и циклами сева и уборки урожая, а также взаимообмена между человеком и животными, растительным и минеральными царствами. Роль элементалов — это с радостью исполнять волю Бога, выраженную человеком, а также проявлять и хранить чистые образы Христа во всех благородных начинаниях людей. Передача идеи Бога с плана Духа в активное проявление на плане материи — это единственная жизнь, которая известна элементалам, единственное счастье, которого они ищут, единственная награда. И, страдая порой от ужасающего насилия, они, несмотря на это, остаются верными человеку, чьим нуждам были созданы служить и чьи распоряжения они обязаны выполнять. И, к счастью, и к сожалению, эти маленькие духи обладают определённой пластичностью, способностью меняться почти как хамелеоны, и в результате они быстро приобретают вибрации своего окружения. Когда после падения люди начали создавать негативную карму друг с другом, силы природы стали орудием кармического правосудия, отправляемого владыки кармы. Напор человеческого мятежа против закона природы, расточительный расход природных ресурсов и демонстративное неповиновение единству всего живого — всё это возвращалось человеку мором, голодом, засухой и наводнениями. И если человек хочет подружиться с элементалами, он должен пригласить не только своего собственного телесного элементала, но всех элементалов, повсюду сотрудничать с ними, предпринимая согласованные действия на благо человечества. И затем он должен наделить их полномочиями и передать долю энергии своего жизнепотока, повелевая им идти, вершить дела Христа на севере, юге, востоке и западе, в огне, воде, воздухе и на земле, повсюду на теле планеты. И сейчас мы рассмотрим вкратце глобальные экологические проблемы. Первая проблема — это войны, о которой вот сейчас мы говорили. Конечно, вы сами понимаете, как войны влияют на экологию. И, конечно, страдают люди в первую очередь, но не только люди, это и флора, и фауна. Животные, конечно, тоже очень страдают. И в настоящее время вооруженные столкновения ведутся в 30 странах. Следующая проблема — это ядерные испытания. Последний ядерный взрыв, как тогда говорили, что он мирный ядерный взрыв, он назывался «Ядерные взрывы для народного хозяйства». Они проводились с 1965 года по 1988 год. Как вы видите, это карта нашей страны, едва ли где можно найти место свободное, ну вот разве что западные регионы, Москва, Санкт-Петербург, а все остальное везде проводили в той или иной степени какие-то разные ядерные испытания. Но, как я читала, что эти испытания взрывы делали, как георазведку. Видимо, они еще мало тогда исследовали все последствия, но тем не менее люди, которые проживают в этих районах, они по сей день страдают, то есть у них очень много выявляется онкологических заболеваний, рождаются дети с уродствами. Поначалу люди какие-то претензии предъявляли, то есть они обращались, но ученые тогда говорили, что нет никаких последствий, это просто вот из Семипалатинска вам надуло. Хотя где, скажем, вот у нас проводили в Акинском районе, где Акинский район у нас в Иркутской области, и где Семипалатинский. Вы можете себе представить, что в Семипалатинске, какие там последствия. Это, наверное, похлеще, чем Чернобыльская АЭС. Хотела бы сказать, что последний взрыв проводился в 88-м году под Архангельском. Следующая проблема – это загрязнение. Загрязнение всего и земли, и воды. Вот в частности, загрязнение воды. И не только пресной, но и морской воды. Вот сейчас я хотела бы немножко поподробнее остановиться на такой проблеме, как Большой Тихоокеанский мусорный полигон. Большое мусорное пятно. Размером оно на площади находится больше 20 миллионов квадратных километров. Оно постоянно меняется. Образуется оно с помощью четырех течений. Находится это пятно между Западной Америкой, Северной и Японией. И постоянно оно мигрирует. Сейчас оно размером уже примерно как площадь России. То есть можете себе представить, насколько оно огромное, это пятно. Здесь и сети рыболовные, и стаканчики пластиковые. Все это попадает через реки, через 10 основных рек. И течением образуется такой круговорот, и получается такое огромное мусорное пятно. И вот еще в 1997 году один океанолог, он так описывал вот то, что он увидел. Передо мной, насколько хватало глаз, лежал пластик. Это казалось невероятным. Но не было видно ни одного чистого участка. За неделю, пока мы пересекали субтропическую зону, в какое бы время я не взглянул за борт, повсюду плавал пластиковый мусор. Бутылки, крышки от бутылок, обертки от конфет, обрывки. Конечно же, от этого мусора страдают животные. Пластик, какой-то пластик, он разлагается на очень-очень мелкие частицы, которые невозможно увидеть глазом. И этим всем питаются животные, рыбы. Все это попадает потом в пищевую цепочку. И таким образом человек тоже получает какое-то отравление. Но, как вы видите на снимках, животные страдают и не только от отравления. Загрязнение Мирового океана провоцирует также усиленное размножение водорослей. Вода цветет, повышается ее температура. Происходит постепенное потепление, снижение выработки кислорода и уменьшение всех ресурсов океана. И что интересно, если начать сейчас очистку океана от пластика, то это может затянуться даже на десятилетия. И даже если собирать по 50 тысяч тонн отходов в год, то человечество не сможет избавиться от мусорных пятен к середине века. Можете себе представить, насколько оно огромное. Следующая проблема – это загрязнение воздуха. Но с этим мы все понимаем. Это век такой промышленности нашей, очень развивающейся бурно. И в итоге в воздух попадают пары оксидов углерода, азота, серы, золы, пыли, сажи и соединения тяжелых металлов. Конечно, это влияет на иммунитет человека. Он снижается. Это вызывает какие-то заболевания легких. Но к этому можно добавить еще выхлопные газы от автомобилей. Ну, плюс еще, как ни странно, курильчики добавляют туда же. И, конечно, от этого страдают и животные в том числе. И мы знаем проблему у нас с пчелами. Пчелы, ну, они не только от загрязнения воздуха. Там много других проблем. Но, в частности, и это тоже. Следующая проблема – это опустынивание, деградация земель. Но на это влияет и следующая проблема, которую я озвучу. Ну, в частности, ветры, которые сейчас образуются. Загрязнение воздуха также влияет на это. Кислотные дожди, использование искусственных удобрений, что также влечет и некачественные продукты. Следующая проблема – это проблема пресной воды. Мы все знаем, что сейчас все практически водоемы загрязнены. У нас нет доступа к чистой воде. И все больше развивается бизнес бутилированной воды. Мы уже все очень спокойно к этому относимся, что из крана мы не можем пить воду. А мы покупаем бутилированную воду, зная, что, в общем, это гарантированно, мы не отравимся такой воды. И ученые утверждают, что к 2025 году дефицит воды затронет около 2 трети населения мира. Следующая проблема – это вырубка лесов. Она очень остро стоит сейчас по всему миру. Вырубают леса по нескольким причинам. Это и для развития сельского хозяйства, для того, чтобы какие-то культуры выращивать, для животноводства. Ну и у нас это острая тема – Сибирь, Дальний Восток. Это, ну, кстати, не только северо-запад России, тоже вырубают Архангельск. Это заготовка для получения пиломатериалов и промышленного производства. Вот такой круглый лес везут у нас куда угодно, а мы остаемся ни с чем. Вырубают не только у нас в России, хотя ее очень много. Я даже не буду сейчас озвучивать, сколько. Вы сами знаете, сколько. Это тоже такая большая проблема. Вырубают и амазонские леса. В общем, вырубают по всему миру. А мы с вами знаем, что владыки, они используют деревья для высвобождения света, если они не находят в таком количестве Христов. Конечно же, от вырубки лесов страдают животные. Как вы знаете, до 70% наземных животных и растений планеты живут в лесах. И многие не могут выжить в результате вырубки лесов. Это нарушает их естественную среду обитания. Следующая проблема – это экологические проблемы отходов. Мы с вами видим, что свалки постоянно растут. Никто не знает, как их перерабатывать. Мы видим, что в Европе как-то они пытаются эту проблему решить, но тоже очень сложно. У нас в России пока с этим дело обстоит не очень хорошо. Следующая проблема – это лесные пожары. Лесные пожары – это такая боль. Это столько гибнет животных. По оценке независимых экспертов, в прошлом году в Австралии при пожаре погибло около миллиарда животных. Пожары в Якутии в прошлом году тоже уничтожили очень много животных и много леса. Иногда эти пожары возникают по причине засухи. Иногда это умышленные поджоги. Но, конечно же, все, что мы с вами видим, все эти проблемы экологии – это отражение состояния уровня сознания людей. Это все выливается как раз в экологию. Следующая проблема – это экологические проблемы при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также добычи полезных ископаемых. Вот вы видите на слайде – это Михайловский ГОК. Все, что остается – это вот такое. И, мало того, рядом еще находятся отвалы. Это трубка мира, так называемая, в городе Мирный, где добывают алмазы. Это очень огромная воронка вниз. И рядом… Вот Сережа у нас ездил в командировку туда, он рассказывает, что это просто ужасно. Отвал точно такой же, только в высоту. Вот землю, которую они оттуда добывают, она лежит рядом, и туда запрещен всем доступ. Я его спрашиваю, почему запрещен, почему они не уберут это? Он говорит, потому что они считают, что там находятся какие-то следы, там можно еще какие-то добыть алмазы. Сколько это будет лежать, вы сами понимаете, это… ну, там невозможно нормально жить. И точно так же везде, где добывают железную руду, вот такие отвалы, там вот постоянно растут. Вы сами понимаете, что кто здесь может уже что-то делать, как здесь можно жить, каким животным. И это, конечно, лишь малая часть проблем экологии, которые я вам озвучила, и которые требуют какого-то действия. Следующая большая проблема – это отношение к животным. Первая проблема – это торговля животными. Их вылавливают из дикой природы для содержания дома и для охоты, как ни странно. Есть такие питомники, вроде бы как благое дело, разводят там тигрят или львят, а потом оказалось, что их разводят не для того, чтобы их как-то вот выращивать дальше, выпустить в дикую природу, для того, чтобы их убивали, чтобы развлекались богатые люди. Вот они приезжают, им же нужно устраивать сафари. Они покупают вот такого вот выращенного львенка, тигренка, конечно, уже подрощенного. В связи с этим много, и, конечно же, других животных страдают при перевозке, когда их вылавливают из дикой природы и перевозят в чудовищных условиях. Потом они мучаются здесь же дома, где нет никаких условий. Следующая проблема – это тигров и медведей в Азии убивают для лекарств восточной медицины. До сих пор они это делают, хотя официально это запрещено, они убивают их ради того, чтобы добыть лапы. Лапы тигров и медведей. Следующая большая проблема – это животные в цирке. Животным в цирке невозможно создать условия для нормальной физической активности. Их жизненный ритм нарушен из-за шума, света и вибраций, постоянных переездов и репетиций, не говоря уже про стрессы. Все трюки, которые заставляют выполнять артистов по неволе, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, так как по доброй воле животные не станут ничего подобного делать. Единственный способ подчинения – это страх перед наказанием или голодом. Среди дрессировщиков есть также высказывания, которые по понятной причине не выходят за пределы их круга. Как заставить слона стоять на одной ноге? Нужно отшибить остальные три. Во время гастролей животные вынуждены сутками находиться в темных, тесных и душных вагонах, где большинство из них проводят всю жизнь, свободное от репетиций время. Передвижные цирки шапитоэта – верх мучений. Животных перевозят в душных, невентилируемых трейлерах и моря голодом, чтобы те меньше испражнялись. Известен случай, когда у крохотного слоненка был дефицит массы тела – 136 кг. В шапито полностью отсутствует ветеринарный контроль за животными. Характерный пример – у самок. Иногда начинаются роды во время представления. Именно так недавно морская львица родила детеныша. Очень часто животным удаляют когти, зубы, накачивают их психотропными средствами. Животные в цирках находятся в состоянии хронического стресса, что проявляется в так называемом стереотипном поведении. Они мечутся из стороны в сторону, кусают себя, бьют в клетки. В замкнутых пространствах немозможно создать условия для полноценной ветеринарной помощи, и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний. Для пойманных диких животных условия цирка, как говорится, несовместимы с жизнью и часто приводят к смерти животного. Для того, чтобы приучить цирковых голубей не бояться выстрелов и шума, их оглушают. Дрессировщики, как правило, не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если артист ранен, он продолжает трудиться. Например, лошадь с пораненной ногой пришпоривают как можно сильнее и гонят по манежу с такой скоростью, чтобы не было заметно, как она хромает. И не все догадываются, что на конце стека с цветком, который слона адресирует, за которым идет слон, металлический крюк, который при неповиновении впивается животному в ухо. Следующая большая проблема – это зверофермы. Мы все любим пушистые, теплые шубки. Ну, не все, конечно, но многие. Конечно, у нас в Сибири без теплой одежды не обойтись, но вы должны все знать, как на зверофермах обращаются с животными. Это тесные клетки, грязь, заболевания. Животные выращивают на фермах, чтобы потом пустить на меховые изделия. Методы убоя, мягко говоря, жестокие. Бьют по голове металлическими палками и сдирают кожу с еще живых. За рубежом уже давно перешли на более гуманные методы умершвления, а где-то вообще отказались от звероферм. Однако у нас в России, в зверохозяйствах, до сих пор используют дешевые препараты, от которых животные умирают в страшных муках. И привлечь к ответственности сотрудников ферм за жестокость фактически невозможно. Я, честно говоря, когда готовилась, я думала, что это только в Китае, вот такой вот метод убиения животных ради шкурок. Но оказывается, у нас в России чуть не лучше. Следующая большая проблема – это охота ради развлечения. Вип-охотники безжалостно расправляются со спящими медведями. У нас, например, губернатор Левченко, вы все, может быть, слышали этот скандал, когда он поехал охотиться. То есть также разбудили спящего медведя. И все это было для того, чтобы сделать какой-то снимок. В общем, люди охотятся, чтобы развлечься. Также в некоторых семьях содержат животных как игрушки для детей. И потом эти животные оказываются на улице, ну или им удаляют когти, зубы, ну и так далее. И еще одна большая проблема – это китовый промысел. Мы все знаем, что киты передают космические лучи, космический свет всем живым существам на Земле. И за это темные пытаются их убить. История взаимодействия людей и китов она очень долгая. И, к сожалению, она совсем не про дружбу, помощь и соседство на планете. Еще в древние века, особенно викинги, начали охотиться на китов. И тогда создали такой образ, что вот китобои – это как герои, а киты – это чудовища морские, которые якобы наносили вред. И вот эти китобои, они боролись с этими чудовищами. В 1985 году была принята конвенция международной китобойной компании на запрет убийства китов. И Норвегия, хотя подписала конвенцию, но она и по сей день против моратория и продолжает коммерческую добычу китов. Япония также изначально не согласилась с мораторием и ведет коммерческий промысел. Они ведут его в районе Антарктиды и на западе Японии. У них есть такая традиция – с сентября по апрель охотиться на дельфинов. Объясняют это древними традициями и отсутствием запретов со стороны международной китобойной компании. Только за период с 2000 по 2014 год ими было убито около 18 тысяч дельфинов, относящихся к семи разным видам. Международная китобойная компания выделяет отдельный вид промысла для аборигенов, то есть они им не запрещают. И к ним относятся жители Чукотки, Гренландии, Аляски, Сен-Винсент и Гренадина. И нашим жителям Чукотки позволено ловить даже красногнижных серых китов. Вы, наверное, слышали, что в прошлом году, 12 сентября, на Фарерских островах было убито около полутора тысяч дельфинов. Эта практика называется у них «гринда-драб» или «охота на дельфинов». Здесь речь идет о самой древней в мире традиции китобойного промысла, которому не меньше тысячи лет. Только на Фарерских островах в небольшом архипелаге в Атлантическом океане между Исландией и Норвегией его применяют уже с XVI века. Несмотря на то, что Фарерские острова являются частью королевства Дании, которое входит в Евросоюз, а в Евросоюзе запрещена охота на китов, на Фарерских островах до сих пор это делают. И Фарерские острова не входят, в отличие от Дании, в Евросоюз. И сама Дания, она тоже известна странным отношениям к животным. Вы тоже помните, наверное, как в 2014 году в зоопарке Копенгагена умертвили совершенно здорового жирафа Мариуса, где тысячи людей просили не делать этого, но животное прилюдно расчленили и скормили львам. А вскоре усыпили и самих львов. И про гринда-драб. Обычно его устраивают в конце лета охотники выслеживают стаю китов или дельфинов, после чего флотилия из небольших лодок медленно окружает и загоняет на мелководье эту стаю. Для этого им необходимо выбрать такой подходящий пляж, где было бы мелководье, и там они все это делают. Убивают их ножами какими-то специальными, потому что гарпуны запрещены. И вот такая подробность. Одновременно с окрашенным кровью, прибрежным водом приходят местные жители, часто с семьями, вместе с детьми, чтобы помочь рыбакам понаблюдать за убоем. Как правило, процесс занимает не больше 20 минут. Цель охоты – не только добыть пропитание, но и сплотить местную общину. В забое принимают участие мужчины разных возрастов. Мясо убитых дельфинов и китов бесплатно раздают всем жителям района. Точнее, люди должны сами прийти и разделать отданную им тушу. Мясо едят сырым, из него жарят стейки, его варят или вялят на открытом воздухе. Остатки туш выбрасывают в океан на съедение рыбам. Но вы сами понимаете, сколько они уже уничтожили китов. И вот 12 сентября в прошлом году настолько огромное количество животных было убито, что они и съесть не смогли, и раздали всем, кому можно было, и все остальное они просто выбросили в океан. Все это они прикрывают так называемой традицией. У нас в России не убивают китообразных ради мяса, кроме коренных народов. То наша страна стала монополистом в другом бизнесе. Это продажи дельфинов, косаток, белух и морских котиков. Следующая большая проблема – это корида в Испании. Ее запретили в 2011 году в самой Испании, но к этому моменту корида стала национальным развлечением не только в Испании, но и в других странах. По традиционным правилам бои быков проводятся в Мексике, Колумбии, Перу, Эквадоре, Венесуэле, Панаме и Боливии. Но также встречаются и гуманные разновидности, например, Тарада в Португалии. Следующая проблема – это фестиваль Гатхимаи в Непале. На протяжении 300 лет в Непале происходит ритуал жертвоприношения, совершаемый раз в 5 лет. Мероприятие связано с массовым забоем. Это примерно 400 тысяч различных животных, начиная от буйволов и заканчивая голубями. В ритуальном побоище принимают участие около 2 миллионов верующих. Таким образом, они хотят задобрить богиню власти Гатхимаи, чтобы положить конец злу и принести процветание. В 2015 году под давлением зоозащитников фестиваль был запрещен, но только формально. Поэтому ничто не помешало в 2019 году провести очередной Гатхимаи. Весь скот везли не только из Непала, но и из Индии. Однако власти из этих стран отказались поддерживать фестиваль и начали конфисковывать животных на границе стран. Зоозащитники отметили, что количество убитых тогда стало немного меньше. Еще одна проблема – фестиваль собачьего мяса в Китае. На юго-западе Китая, провинции Гуан-Си в городе Юй-Линь, каждый год 21 по 30 июня проходит фестиваль собачьего мяса. Это традиционное празднование, приуроченное ко дню летнего солнцестояния. Долгое время Китай считалось, что собачье мясо приносит здоровье и удачу. На протяжении всего фестиваля забивают в среднем от 10 до 15 тысяч собак, а затем его съедают. Сами участники утверждают, что собачье мясо ничем не отличается от свинины или говядины, а животные умертляются гуманно. У фестиваля по всему миру много противников, и я знаю, что писали петицию, чтобы запретили этот фестиваль. Официально его запретили, но сами понимаете, что неофициально до сих пор он проводится. Но еще одна проблема – это петушиные бои на Бали. Там проводятся петушиные бои с убийством прям петухов. Им привязываются к лапам ножи, и все это действие происходит до убийства противника. На этом моя часть заканчивается. Я предоставляю слово Володе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok